Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психо-Арт-В, который всегда на вашей стороне. Ну и благодаря нашей эмблеме, нашему девизу, завоживаю хатлаки и мёртвых, разбиваю молнии, продолжаю вам рассказывать про новый препарат отечественный, который называется Авиандр, и рассказываем о его формуле и влиянии на нейроны. Нам представляется это чрезвычайно важно, перед тем, как вам рассказывать про то, как нужно использовать этот препарат, расскажем о том, как он действует. Понятно, что это может вызвать определенные напряги среди наших зрителей, которые привыкли к простому слову. Ну, например, там какой-то выходит медицинский блогер и говорит, препарат твёрдый или препарат мягкий. Ну, хорошо, давайте, кто хочет, я скажу препарат мягкий. Ну и дальше, если вы не интересуетесь механизмом действия этого препарата и как его нужно с научной точки зрения применять, то можете, собственно говоря, дальше и о ней смотреть. Ну и понятно, что нужны рецепты по фармакологии, которые нас никто не учит. Надо вам сказать, что наш канал единственный, который шарит фармакологию. Переходите на наш канал, я вас очень прошу, подписка, лайк, комменты, потому что это очень важно, чтобы люди знали фармакологию. Смотрите, если фармакологию не знают врачи, то хотя бы фармакологию должны выучить наши зрители для того, чтобы врачи им не впаривали бог весть что. Итак, мультимодальный механизм действия у этого препарата, это не мои слова, это, в общем, слова, которые я подчеркнул из литературных источников. И мы с вами фактически продолжаем разбирать, небольшой перерыв у нас был на каникулы, мы продолжаем разбирать механизм действия. Мы уже разобрали воздействие этого препарата на серотониновые рецепторы 7-го типа, 6-го типа, 2-го типа, 2-го и 2-го типа. Надо вам сказать, что у нас есть плейлист, который называется Виандр, просто заходите туда и спокойно смотрите эти ролики, особенно мы повторяться не будем. Тем не менее, хочу сказать, что вот такой анализ, который я предлагаю, он восходит к Стивену Майклу Шталь, у нас опять же критикуют Сталь, Шталь. Значит, еще раз, когда я с ним познакомился в Париже, аж 24 года тому назад, он отлично откликался на имя Стивен Сталь. Значит, ему абсолютно, вот я вам честно скажу, абсолютно все равно, как будут русифицировать его имя. Поэтому, пожалуйста, можете говорить как угодно, он на вас не обидится. Итак, мы на основании предыдущих роликов, мы пришли к выводу, что несколько такой противоречивый механизм действия, видите, стрелочка вверх, это значит активировать серотониновые нейроны, три механизма действия активации норадреналиновых нейронов, три механизма действия активации дофаминовых нейронов, активизация ацетилхолиновых нейронов и снижение серотониновых нейронов. То есть перед нами, в общем-то, препарат, который скорее годится не для лечения вот этой вот тройной депрессии, скорее вот для лечения вот этой вот НД-депрессии, которая протекает с падением активности норадреналиновых и дофаминовых нейронов. Вот это наши известные всем дракончики, на которых мы все объясняем, что, собственно, происходит с нейронами головного мозга. Так вот, снижается активность норадреналиновых и дофаминовых нейронов, ну и возникает невозможность переживать положительные эмоции. Или ослабляются положительные эмоции. Отсюда тоска, подавленность, безысходность, безнадежность, утрата интересов и удовольствия. Значит, вот здесь хорошо ложится. Теперь очень важно, а когда его можно использовать при тревоге, мы тоже об этом говорим. А дело в том, что, конечно, есть тревога острая, которая традиционная наша, это самое гидро, тело этой гидро, это падение активности серотониновых нейронов и гаммкергических, две тормозящие системы, всё понятно, и голову поднимают самые различные нейрональные системы. Так вот, бывает длительная тревога, вот при длительной тревоге, к сожалению, картина бывает очень и очень сложная. Потому что могут вот те головы, которые поднялись, там, дофаминовая, норадреналиновая, ацилхолиновая, они могут истощаться со временем, что сопровождается определённым изменением клинической картины. Соответственно, вот при длительной тревоге тоже можно применять препарат авиана. Но сегодня мы, повторив пройденное, будем разбираться с новыми рецепторами, на которые он действует. Это так называемые пресинаптические альфа-адренорецепторы. Очень хорошо, что мы с вами имеем такой препарат, на котором мы можем разобрать вообще, как работают самые разные рецепторы. Да, сразу скажу, что мы сегодня получим полную формулу этого препарата, его воздействию на норадреналиновые, там, дофаминовые и прочие нейроны. Обратите, пожалуйста, внимание, что альфа-2-адренорецепторы, и это адренорецепторы, которые располагаются на пресинаптическом нейроне. То есть нейрон, который находится до вот этой самой межсинаптической щели. Или синаптической щели, как уж вы там хотите. Я привык межсинаптическое называть. Немножко такой, может быть, кому-то покажется устаревший термин. Так вот, эти рецепторы альфа-2-адренорецепторы, это регуляторные рецепторы. Вообще, для чего, собственно говоря, эти рецепторы нужны? Они нужны для тех ситуаций, когда почему-то повышается активность нейронов. Ну, например, повышает активность норадреналинового нейрона. Обратите внимание, что те же самые альфа-2-адренорецепторы, то есть рецепторы, которые реагируют на норадреналин, они располагаются и на серотониновом нейроне, и тоже выполняют свою регуляторную роль. Так вот, почему-то повысилась активность норадреналиновых и серотониновых нейронов. И надо, конечно, эту активность снизить. Ну, что природа для этого предусмотрела? Норадреналин воздействует на альфа-2-адренорецепторы, которые располагаются на прессе на оптическом нейроне, причем норадреналиновым и серотониновым, и эти нейроны свою активность резко снижают. В результате падает активность норадреналиновых и серотониновых нейронов. Если у нас известно, что авиандр блокирует эти самые рецепторы, то есть является антагонистом, он присоединяется к этим рецепторам и не дает действовать нейромедиатору, то он как бы отключает тормоза. В результате у нас с вами повышается активность норадреналиновых нейронов и повышается активность серотониновых нейронов. Но, конечно, серотониновых нейронов в меньшей степени, потому что все-таки этот механизм, он предназначен прежде всего для активизации норадреналиновых нейронов. Но еще раз говорю, серотониновых тоже, но в меньшей степени. Итак, у нас с вами получается полная формула, которая, в общем-то, может быть представлена вот в таком виде. Мы сейчас эту формулу совершенно спокойно упростим, потому что нам бессмысленно вот эта стрелочка вверх и стрелочка вниз, потому что у нас есть два механизма, повышающие активность серотониновых нейронов. Один механизм, который снижает, мы это всё упростим, как в школе, и у нас получается полная формула. Итак, что делает авиандр? Один механизм, повышающий активность серотониновых нейронов. Четыре механизма, помните, да, у нас было три до того, как мы с вами сегодня встретились, которые повышают активность норадреналиновых нейронов, теперь у нас появился четвёртый механизм. Итак, четыре механизма, повышающие активность норадреналиновых нейронов. Три механизма, которые повышают активность дофаминовых нейронов, и один, который повышает активность ацетилхолиновых нейронов. Значит, делаем мы с вами вывод, подходит препарат для лечения вот этих сложных СНД-депрессий, которые возникают из-за того, что падает активность и серотониновых, и норадреналов, и дофаминовых нервов. Как их отличить? Прежде всего, поражаются и положительные, и отрицательные эмоции. То есть, человек не может испытывать положительных эмоций, но у него усилились и отрицательные эмоции, отсюда недовольство, раздражение. Но обратите, пожалуйста, внимание, очень многие думают, что это недовольство по отношению к окружающим. Нет, это недовольство направлено прежде всего на самого себя. Если у вас недовольство направлено на окружающих, то здесь речь о депрессии не идёт. Ну и вот с этой формулой мы уже можем подходить и к другим депрессиям тоже, например, НД-депрессиям. Очень эти состояния любят наши зрители, всегда спрашивают, а что от тоски ангидонии и апатии использовать? Вот, пожалуйста, у нас есть препарат, который 4 норадреналиновых эффекта, 3 дофаминовых эффекта. Ещё раз говорю, почему буковки Н и Д маленькие, С маленькая? Это рецепторный механизм действия. Это механизм действия через рецепторы, а не ингибирование обратного захвата. Ну и, соответственно, этот механизм действия более слабый. Я думаю, что вы уже к этому привыкли. Но всё-таки более слабых, но 4 механизма. И дофаминовых механизмов тоже 3. В общем, это хорошая заявка на то, чтобы использовать этот препарат при лечении вот таких депрессий, которые сопровождаются снижением способности испытывать положительные эмоции. Ну и, конечно, длительная тревога. Здесь у нас тоже вроде всё начинает подходить и устаканивать. Значит, с одной стороны, всё-таки есть механизм действия, повышающий активность серотониновых нейронов, что прекрасно. С другой стороны, у нас есть механизм действия, который повышает дофаминовый норадреналиновый и ацетилхолиновые нейроны. А вот это при длительной тревоге может страдать. Как же выглядит у такого человека картина? Важно, чтобы вы поняли клиническую картину. Смотрите, человек испытывает тревогу, длительно испытывает тревогу, иначе норадреналиновые нейроны у него не истощились. Соответственно, если падает активность норадреналиновых нейронов, то ему трудно что-либо начать, у него диверсил мало. Он быстро утомляется, и активность его быстро заканчивается. Движения такого человека становятся замедленные, и у него возникает нарушение внимания, что на самом деле очень и очень часто сопровождает длительные хронические тревожные расстройства. Я имею в виду генерализованное тревожное расстройство. Ну и кроме того, влияние на ангидонию, я уже говорил, это тоже, между прочим, очень часто составляющая тревожного расстройства. Люди, которые испытывают тревогу, они в общем далеко не радостны. То есть я к чему это веду? Если у вас ангидония, это не обязательно депрессия. Это может быть и другое психическое расстройство. Ну и очень и очень важно, что норадреналин и ацетилхолин, они, собственно говоря, очень важны для памяти человека, функционирования памяти, внимания. Норадреналиновые нейроны, конечно, это внимание, это возможность переключать свое внимание с одного объекта на другой, это объем внимания. Ну ацетилхолиновые нейроны, я думаю, уже привыкли, это, собственно говоря, наша базовая память и есть. Так что, конечно же, если у человека страдает генерализованное тревожное расстройство, это не значит, что у него деменция, но это значит, что проблема с памятью у него точно есть, потому что ему трудно сосредотачиваться. Значит, вот повышение активности норадреналин и ацетилхолиновых нейронов будет в этой ситуации впору. Ну и складывается, конечно, у людей такое впечатление, я думаю, это правильно, что это больше антидепрессант, нежели чем противотревожный препарат. У чудо, вот обратите внимание, что значит наш анализ. Наш анализ напрямую соответствует, вот нам прислали такой коммент, ну коммент на чудо всегда присылают довольно злобно. Ну пишут, что вы там, это, что-то там не смотрите, наоборот, мы все учитываем. Обратите внимание, как хорошо получилось. Препарат, имеется в виду, авиандр, обладает антидепрессивным и противоастеническим, противоастеническим действием. Не вызывает сонливости, поднимает жизненный тонус и повышает работоспособность человека. Рассказал лидер рабочей группы Андрей Ивашенко. Это лидер рабочей группы по этому самому препарату авиандр. Таким образом, мы ничем не расходимся с лидером рабочей группы, который вам рассказывал про препарат авиандр. Другое дело, что в отличие от этого лидера рабочей группы, мы вам на пальцах рассказали, как это все происходит на уровне нейронов. Конечно же, мы будем продолжать анализ механизмов действия, потому что там еще есть возможность снижать активность гистаминовых нейронов. Но, я думаю, в целом нам с вами ясно, что это, конечно, препарат, обладающий антидепрессивным и противоастеническим действием. Но и противотревожный препарат, если мы сталкиваемся с длительной тревогой, которая сопровождается вот этим самым упадком сил, что на самом деле бывает очень и очень часто. Конечно же, надо рассматривать возможность использования этого препарата, и это будет сделано нами прежде всего и при различных реакциях адаптации, которых сейчас очень и очень много и которые действительно надо лечить, а с психотропными препаратами, показанными для лечения расстройств адаптации, очень и очень плохо. Вот у нас теперь такой препарат имеется, и я думаю, надо его любить и жаловать. Как всегда, в конце нашей мини-лекции я вам очень-очень советую, пожалуйста, комменты, лайки, подписка, кто еще будет вам разжевывать, как действует новый препарат. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, мы вот про то, что там лидер рабочей группы там сказал, мы не знали, это нам прислали. Спасибо, кстати, что прислали. Но, значит, мы анализируем препарат сами и даем анализ, исходя из механизма действия, то есть действия по-сталевски, так сказать. И я думаю, что этот анализ очень-очень хороший, потому что, к сожалению, очень часто бывает, что новые и хорошие препараты начинают двигать куда-то вбок. Почему это происходит? Это происходит потому, что, скажем, ну, люди, которые занимаются маркетингом, то есть продвижением препаратов, они вовсе не обязаны знать ни биохимию, ни фармакологию, да вообще ничего не обязаны знать. Они исходят из каких-то других абсолютно побуждений. Так что, конечно же, в этом отношении наш канал при изучении новых препаратов куда как хорош, потому что мы не ангажированы, и мы исходим из механизмов действия, а не из каких-то там построений, как этот препарат нужно продавать. Поэтому в ваших интересах подписаться на наш канал, чтобы знать самую новую информацию. Ну, и как всегда, если хотите стать, помочь нам, то станете спонсором нашего канала, и до новых встреч.